Привет-привет, дорогие друзья! С вами Amway921, мы продолжаем с вами следить за победителями в конкурсе максимальный урон. Сегодня мы посмотрим сражение ПТ-8, ну в данном случае это вот немецкая ПТ-шка, называется она Сердинанд. Именно ей удостоилось быть победителем этой номинации, то бишь набить больше всех урона. Заслуга в этом, конечно, во многом и мастерство пилота, но и также отличные параметры этой ПТ-шки. Многие ее любят, потому что у нее отличная пушка, эта пушка выдает в среднем урон 490, довольно внушительно для восьмого уровня. И имеет еще подкалиберные снаряды, у которых 8 штук тут взял с собой наш герой. И, в общем-то, крепкий корпус. При этом всем этот корпус, как мы все с вами знаем от тигра Порше, только рубка стоит немножко в другом месте и имеет ряд уязвимостей. Это нижний бронелист и область фар, которую очень легко выцелить и довольно просто пробить. Если, конечно, удастся выцелить. Пилота, который управляет данным Фердинандом, зовут Иван Анашкин. Он играет здесь во взводе. Их тут трое. Совзводные у него на ИС-3, а второй на Центурионе-1. И они решили тут поехать в штаны. Карта у нас называется Карелия. Как вы заметили, артиллерии в данном бою немного, скажем так, нету совсем. И это их немножко расслабляет, потому что это освобождает руки для бодрого танкового рубилова. То есть можно только лишь стоя вот в этом кусту, даже если один раз тебя засветили каким-то образом сбоку, все равно продолжать стоять, отъехать от него метров на 15 подальше и по засветке союзников начать методично уничтожать врагов один за другим. В этом только единственное, что мешает, это довольно длительная перезарядка орудия. Но это, извините, наш герой не в силах. И поэтому терпеливо ждет, пока 10 секунд и 13 сотых истекут, чтобы уже следующий выстрел отправлять в противника. Выезжает индейец, дает союзному ИС-3, совзводному. И в какой-то момент ему вынесут БК. То есть это довольно частая проблема у ИС-3, да и вообще, наверное, у всех советских танков серии из Крит-БК. И поэтому этим немножко еще усложнится данный бой. Вообще, если вы заметили, то вся беда и драма началась ровно с того момента, когда союзный Т-20, который уже слился, а также остальные союзные СТ-шки, да или хоть кто-то, или ПТ-шки, он Т-25-дробь-2, которые более-менее способны на то, чтобы вот это ехать, они не решили задефить ту часть карты, которая называется «Накорились штаны». Ну, я имею в виду вот эту вот часть, эту горку. Чем это чревато? Чревато тем, что противники, тут практически полкоманды скопилось врагов, они имеют возможность, ну, мало того, вот тех, которые тут Ваня долбит, то мы их видим, что они стоят тут, перестреливаются, и, к слову, довольно безуспешно. С ними-то еще беды особо нет. Беда с теми, кто светился и пропал за света, а это именно два китайца, которые тоже во взводе, и их, собственно, статистика говорит о том, что ребята, они, скажем так, чуть лучше средних игроков, и поэтому они вполне имеют возможность подняться на горку и с этой горы расстреливать все, что ползает на верхней половине карты. Вот этих вот всех несчастных дикарей. Потому что дело в том, что нет артиллерии, значит, этих китайцев очень сложно там выцелить. А вот, наконец, пишет со взвода на ИС-3, что ему критинули быка. И поэтому вся драма-то из-за этого. Штаны не взяли, и они начинают там накидывать по всем остальным сокомандникам. И поэтому, даже несмотря на то, что вроде бы сейчас такая, знаете, позитивная обстановочка, счет 4-3, у противника убили уже два танка восьмого уровня, все вроде бурадужно и классненько, но это, знаете, такое, как бы обманчивая история. Индин-Панцер выезжает еще раз, дает там, ну, как-то не пробивает, со взводной уворачивается. Ну, вот ему кто-то на 400 уже впитывает, и, похоже, это был уже ИС-3, который выехал чуть-чуть снизу. Ну, действительно, шансов уже мало, и как-то сейчас, почему-то, по моим ощущениям, на Карелии, вот в штанах какой-то не тот баланс. Раньше как-то было, по-моему, одинаково, а сейчас с появлением на респе, я постоянно часто вижу, что быстрые танки появляются далеко от штанов, и как-то так часто бывает, что именно нижний левый респа имеет чаще преимущество в штанах, нежели чем верхний правый, по моим ощущениям. И здесь вот та же самая типичная история, то есть все из-за того, что тут как-то неправильно расстояние высчитано, где-то как-то тут пару метров в чью-то пользу уже решает довольно сильный исход боя. Ну, мало того, не будем забывать, конечно, что противника два китайца заняли позицию очень верную для них, и что ж тут скрывать? Опыт подсказывает мой, что эта позиция ключевая на этой карте, и если ее уже уступили, то вытянуть, выровнять, перебить всех тех, кто там стоит сверху, задача порой неподсильная. Ну и вот начинается боль и печаль. Драма, можно уже сказать, начинается именно отсюда, когда погибают уже все совзводные нашего Ивана, Ивана, русского Ивана на немецкой ПТ, и он начинает отходить назад. Хорошо, что сохранил свой ХП, у Федя его 1200, в принципе, и время еще не пришло его тратить, и все, что ему остается, это пока немножко медлить, пока его здесь не давят. Но мы с вами знаем, как оно бывает. Пока не давят, вроде бы весело, но как только один враг на тебя поедет, то это замечает сразу другой его союзник, то бишь враг, и они начинают вместе ехать, а потом трое, а потом и как все пятеро спустятся, которые там четверо еще, как видите, светились по миникарте, вот здесь вот, и тогда уже никакая броня, ни кое ХП Фердинанда их не остановит. Стоит только Феде зайти в бок, как его броня сразу же теряет весь смысл. Но Ваня-то знает, поэтому он немножко пятится, понимая, что сейчас начнется, союзников все меньше и меньше, счет уже 7-9, восьмых уровней в команде осталось всего два, и один из них, прототип, где-то очень и очень далеко, и поэтому Ваня решает все-таки разбираться с тем квасом, который заехал уже тут в самое, не балуйся, в самую уже близкую, близь к союзной базе. Урон какой-то вылетает все немогучий, эти 590 как-то все не вылетают, или какая-то максималка у Феде. Не знаю, почему Ваня не решился вот стрелять в китайца, была бы возможность, пришлось вот ему еще раз на него выезжать. А вот за это время этот китаец, похоже, прототипа добил, или это не тот китаец. Ну, короче, в этих китайцах не разберешься. Ну, вроде бы как вот, здесь немножко полегче стало, погибает последний союзник на плато, его добивает тот самый китаец, который спустился уже с плато, там они уже вовсю бесчинствуют, имея полное на это право при своей мобильности и, скажем так, умелом подходе к вопросу, разбили все, что можно и все, кого можно. 5 фрагов на этот взвод. Еще не будем забывать про Ягу, которая тоже была из того же взвода, которая там тоже кого-то нагнула за это время. Ваня отбивается, потихонечку добивает тут какие-то ваншотов, в Т-69 в том числе подъехал. А с ним тут тоже шутки плохи, стоит только ему перестать стрелять ББшками. Вылетает, наконец-то, урон, которым можно гордиться, и детям о нем рассказать. 611. Отлично. Добивает очень важного противника, потому что упусти его, Ваня, было бы еще все печальнее. Как будто аккуратно-то не заспойнили эти результаты боя. Сохранить при этом интригу, знаете ли. Ну и смотрите. Вот теперь история такова. Остался наш герой с полным ХП, но зажат в углу. Ему теперь серьезному парню, как говорят противники, ему без вариантов уже куда-то отсюда выезжать, потому что он очень медлительно. Борт огромный, большой и картонный. Никуда не поедешь, короче. Только стоять уже здесь и как этот загнанный в угол отбиваться. При этом все, жива союзная ПТ-шка. Быстрый танк вкупе с медленным, который дамажный, всегда отличная пара. Они просто прекрасны. Вместе. Могли бы быть. Но ПТ-шка эта маленькая, Т-25 пополам подставляется, зачем-то лезет на китайца. Хотя вообще ей бы, самая главная бы миссия, как бы поступил на ее месте я, я бы просто выживал, подсвечивал, не получая урон по максимуму. И как-то вокруг Феди этих всех противников подкручивал. Потому что, что тут говорить, только Т-59 из оставшихся противников имеет хоть какое-то, знаете, хоть какую-то способность подумать в этом бою о том, что же делать дальше. Остальные трое, это так, статисты, эпизодические роли в команде врага. То есть они, он выезжает бортом, выезжает на Федю, не стесняясь. Он даже их игнорирует, зная, что, скорее всего, не попадут, близко не подъедут. Вот для него опасность. Если он ПТ-шку, наш Иван, сохранит живых, попадает, к сожалению, в гуслю, но хоть попадает в гуслю, да, мог бы еще промазать, но без урона, к сожалению. Если Т-25 пополам выживет, то шанс в бою по-любому останется. Он всячески пытается дамажить ее, дамажит, дамажит. Полетает 488 альфа. ПТ-шка в итоге все же пополам Т-25 отдается китайцу. Не спасает он ее, как здесь ни крути. Ну и когда вот тут уже врагов 4, а Т-1, это уже совсем другая история. Ваня отъезжает немножко назад, чтобы его в борт не били, когда китаец, например, на него поедет. Но китайцы все же видят, понимаете, что у Феди полное ХП, и как бы он не вылетал здесь, он по меньшей мере один, а то и пару раз-то от Феди схлопочет. Поэтому он скрывается в закат и уходит. В это время Ваня сейчас будет пока развлекаться с оставшимися танками противника. СУ-100М1 вот приехал. Но как бы приехал он и приехал, что от него... Беды от никакой нету. Плюс ко всему еще и со снарядами это тоже беда. Остались всего лишь там какие-то несчастных 5 снарядов, два из них фугаса, партийников Т-4. Мало того, что еще и ПТ, которая вот подъехала, у нее ХП больше, чем на один выстрел. И у, по-моему, ВК-3001 тоже ХП больше, чем на один выстрел. Ну и все, тут уже нечего делать. Захват базы начался, это стал китайский захват. И если бы Ваня не медлил, но он пока не знал, что задумал китаец и немножко расслабился, думал, что тут сейчас передохну и на него все полезут, но потерял драгоценное время. Именно этого времени в итоге ему и не хватит, потому что эта ПТ-шка вот подперла, фугасом она, конечно, забивает. Осталось два снаряда. И как-то надо сбить захват, неизвестно как, неизвестно чем. У ВК-3001 700 ХП. И он еще в такой поезде, знаете, неестественной. Ну тут же, знаете, от безысходности уже хоть волком бой осталось 50 секунд, 40-7. Время идет. Федя ползет, потому что Федя не может быстро ехать. И вот он, знаете, из последних сил уже, как в этом голливудском фильме, мчится на сбитие захвата. 30 еще секунд есть. Доехать до базы можно. Ну и здесь этот товарищ еще на ВК-шке. Который мы просто не знаем, что сделать. Ну и Ваня понимает, что 26 секунд, 20, время тикает. 10 секунд уже прошло, когда он там поднимался, проехал 2 метра на Феде. Вероятно, не успеет. Тут бы я жахнул просто на удачу. Но Ваня не решился, потому что уже вообще ничего не остается. Все, что ему остается, сделать финальный выстрел. Еще сзади кто-то выстрелил. Не понятно, кто там еще жив. Т-150, что ли? Ну и вот, короче, победа по захвату. Как бы это ни было драматично и печально, но если поворачиваться к хорошей стороне всего того, что мы с вами посмотрели, 8406 урона набило Ван на Фердинанди. А это очень много для 8 уровня. Это просто исполинские цифры. И если бы у него было побольше снарядов в боекомплекте, то, возможно, все могло быть иначе. Ну, как бы то ни было, так вот оно все случилось драматично. И, надеюсь, вам бой этот понравился. Такое, знаете, поражение бывает тоже красивое. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Перед вами будут итоги. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok